И мы возвращаемся к теме погоды. Потепление до 15 градусов ждет на этой неделе жителей Москвы и области. Правда, ночные температуры по-прежнему будут со знаком минус. О погоде в странах Содружества расскажут наши корреспонденты. Ветри на сегодня в Беларуси. Порывы в некоторых районах достигают 20 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Запоздалая весна поставила агрария в сложное положение. Посевную нужно провести в короткие сроки за 10-12 дней. Планируется засеять почти 2,5 миллиона гектаров яровых культур. Для этого будут задействованы 37 тысяч трактористов и механизаторов. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Продолжительные осадки позволили любителям лыж и сноуборда повторно закрыть зимний сезон. В ближайших от столицы горах снега так много, что на выходных горнолыжные базы вновь открылись и пригласили всех желающих на повторное закрытие сезона. По словам организаторов, в этот раз закрыли его окончательно. Жители Алматинской области ждут настоящей весенней погоды. Пока, по данным синоптиков, контраст между самым холодным и теплым местом региона составляет около 15 градусов. Хорошо нужно одеваться туристам, которые хотят посетить Плотом и Нжелки. В горах минус 5. Комфортнее всего в местечке Баканас. 10 градусов тепла. Из-за неравномерного прогревания воздуха на Копчегайском водохранилище сейчас сильный ветер до 22 метров в секунду. А в Алматы снова дождь и плюс 5. Осадки продлятся до позднего вечера. К концу недели воздух в южной столице Казахстана прогреется до 18 градусов. В Душанбе тепло и солнечно. Воздух днем прогреется до плюс 18. Ясная погода в республике продержится до середины недели, что радует футбольных болельщиков. В стране накануне стартовал чемпионат Таджикистана по футболу. Теперь матчи проходят со зрителями на трибунах. Их поддержка помогла спортсменам Ху Джанда на своем поле одержать победу над столичным клубом Душанбе. Жаркая и солнечная погода в ближайшие дни ждет жителей Армении. На территории республики температура постепенно повысится на 8-10 градусов. Теплые воздушные массы пришли в республику с Аравийского полуострова. На юге Сюники температура воздуха прогреется до 32 градусов. В Араратской долине и Ереване до плюс 29. Здесь сейчас активно цветут абрикосовые деревья. Полюбоваться этой красотой можно до конца апреля.